Здравствуйте! Очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу поднять очень важную тему в работе мастера маникюра. Это снятие материала. Давайте все подробно-подробно разберем. Надеюсь, это видео будет вам полезно. И обязательно поставите на него лайк. Сегодня я покажу вам две схемы снятия, а в этом мне поможет моя модель с камуфлирующей базой. Рассмотрим первую схему. У нас три зоны работы. Начинаем наше снятие длинными движениями от левой боковой пазухи. Затем снимаем основной материал с ногтя. Затем снимаем остатки материала у кутикулы и на правой боковой пазухе. Стрелочками показано, в какую сторону ведем фрезу. Дальше рассмотрим вторую схему. Здесь у нас условные четыре зоны. Начинаем с правой стороны, сносим уголок. Затем снимаем основной материал с ногтя. Далее левая боковая пазуха, зона у кутикулы и правая боковая пазуха. Показываю то же самое на ручках модели. Начинаю с левой боковой пазухи длинными движениями снимать материал. Доходим до правой пазухи, снимаем нижний уголочек, дорабатываем зону возле кутикулы и снимаем материал в правой пазухе. Это удобнее сделать, если перевернуть ручку. Далее рассмотрим вторую схему. Тут мы начинаем с правого уголочка, сносим его, затем длинными движениями снимаем основной материал с ногтя. Постепенно доходим до левой пазухи, снимаем материал там и начинаем в обратную сторону вести фрезу, нарабатывая левую пазуху и зону возле кутикулы. Правую боковую пазуху обрабатываем также как при первом способе, переворачивая ручку. Ну что ж, приступим к практике. Снимаю по первой схеме, начиная с левой пазухи. Так как материала в боковых пазухах немного, я работаю с минимальным нажимом, но не стою на одном месте, постоянно немножко передвигаюсь вперед. Когда я перехожу к основной части, нажим прибавляю, потому что здесь материала уже намного больше. Опять же я не стою на месте, а работаю по всему ногтю. Прохожу сначала в одну сторону, затем возвращаюсь, доснимаю оставшийся материал. Возможно, вы заметили, что в зоне кутикулы у меня практически нет материала, потому что я делаю очень длинный шажочек. Если у вас так не получается, ничего страшного, оставляйте материал возле кутикулы, так будет безопаснее. Материал возле правой боковой пазухи я оставила для того, чтобы потом конвейерным способом снять вместе со вторым пальчиком. Забыла сказать, что фреза у нас работает на форварде, продолжаем снимать по схеме с левой боковой пазухи, потом основной материал. Делаем длинные движения, не стоим на месте, это очень важно. Очень важный нюанс, нужно правильно понимать механику работы фрезы. Она работает у нас на форварде и работает на сопротивление, то есть своими ножами она срезает материал с ногтя. Сопротивление это когда она сверху вниз, либо справа налево. Можно работать по ходу фрезы, то есть слева направо, либо снизу вверх, ну снизу вверх не очень советую. Слева направо, таким образом у нас также спиливается материал, но очень нежно, аккуратненько, очень хорошо от слойки снимать таким способом, либо заглаживать материал. Собственно, это сейчас вы видели все на видео. Материал в правых боковых пазухах я как раз снимаю именно по ходу фрезы, для того, чтобы не перепилить ноготок. Так как я уже говорила, там самое тонкое количество материала. И на видео я сейчас показала, как удобно конвейерным методом снять правую боковую стенку. Закончили с первым способом снятия, переходим ко второму. Начинаем нашу работу с правого уголочка. На фрезу сильно не давим, потому что, опять же, это свободный край, материала здесь не очень много. Переходим к основной зоне. Работаем длинными движениями, не стоим на месте. В середине ноготочка можно уже поднажать на фрезу. Когда большая часть материала снята, тогда мы немножко нажим убавляем, для того, чтобы не перепилить наш ноготь. На левой боковой пазухе почти не осталось материала, поэтому мы работаем по ходу фрезы. Если таким образом у нас не получается спилить необходимый нам материал, то мы можем пойти на сопротивление, но с минимальным нажимом. Самое важное, это понять логику работы фрезы и чувствовать ее. И еще один важный совет, всегда лучше не допилить, чем перепилить. Я почти закончила с ногтем, и, как видите, я его загладила в конце. Переходим к указательному, начинаем по схеме с уголочка. Далее перехожу к середине ногтя, работаю длинными движениями, не стою на месте. Не забывайте, если мы будем стоять на месте, то нашему клиенту будет жечь, потом он будет бояться снятия. У меня, кстати, есть клиентка, которая боится снятия, потому что ей сильно печет из-за того, что у нее как-то случился стресс, ей попался неудачный мастер. Плюс у нее еще чувствительные ногти, если ты немножко зазевался, все, и начинает гореть, у нее начинается стресс, и, естественно, снятие затягивается. Поэтому не пилим на одном месте. Если нужно снять в одной зоне определенной какое-то количество материала или отслойку, попилили, убрали фрезу, попилили, убрали фрезу. Только таким образом, чтобы у клиента не было стресса. Ну вот и все, я доснимаю боковые пазухи, и снятие закончено. Надеюсь, это видео было вам полезно, вы для себя узнали что-то новое. На самом деле схем снятий много, я показала вам два универсальных. Первое, оно более для опытных мастеров. Второе, для более начинающих, или если вы больше боитесь фрезу. Пользуйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok